Всем привет, друзья! В этом уроке по изучению 3ds Max я расскажу вам, как правильно настроить рабочее пространство программы, или говоря техническим языком, интерфейс. Сильно заострять внимание на каждой менюшке вначале не стоит. Для этого у нас будут отдельные уроки. Первое, что мы видим, запустив 3ds Max, это 4 видовых окна и несколько панелей сверху, сбоку и снизу. Это и есть наше рабочее пространство. В верхней панели находятся основные меню, команды и инструменты, которые мы практически не будем использовать, так как они дублируются в командной панели и главном меню. Под значком 3ds Max скрывается самая важная менюшка, которая позволяет создать новый файл, открыть ранее сохраненную сцену, сохранить сцену, экспортировать и импортировать сцену. В главном меню находятся основные инструменты для взаимодействия с объектами сцены, привязки, редактор материалов, настройки рендера и его запуск. Более подробно об этом меню я расскажу в одном из следующих уроков. Командная панель является одним из главных и центральных элементов интерфейса программы. С ее помощью мы можем создавать как простые объекты, так и более сложные объекты, сплайны или шейпы, редактировать с их помощью панели модификаторов, каждый из которых мы будем рассматривать более подробно на моем канале. Наиболее значимой менюшкой на первом этапе является пункт Customize. Он позволяет задать необходимые настройки для нашей сцены. Первое, что нужно настроить, это системные единицы, которые по умолчанию отображаются в дюймах. Нам же для корректной работы необходимо перейти в метрическую систему измерений, принятых в странах бывшего Советского Союза. Для этого открываем меню Customize, пункт Unit Setup. Заходим сюда, тыкаем в Unit Setup и оп, вот она наша менюшка. Значит, для больших ландшафтных сцен выставляем метры или километры. Вот, выбираем метры или километры. Если же нам необходимо создать интерьер или предмет, то выбираем сантиметры или миллиметры. Но мне привычнее работать в сантиметрах. Кто-то указывает миллиметры, я указываю сантиметры. Окей, окей. Еще необходимо включить галочку для автоматических бэкапов сцены, чтобы при сбое программы или внезапном отключении света все ваши труды не пропали даром. Заходим в Preference. Сначала Customize, Preference. Заходим в менюшечку File и включаем галочку напротив Auto Backup. Количество автобэкапов выставляем равное трем. Бэкап интервал выставляем 10-15 минут. Ну, можно выставить 15 минут, чтобы не так часто сохранялось. Окей. Далее. Многие ученики начинают свое обучение в темной цветовой схеме, которую вы видите сейчас на моем экране. Это большая ошибка. Так как от такого контраста глаза быстро устают и эффективность рабочего процесса снижается. Для того, чтобы переключиться в светлую цветовую схему, заходим опять-таки в меню Customize, Custom, UE and Default Switcher и здесь находим Aim Light. Темная цветовая схема это Aim Dark, Aim Light это светлая световая схема. Нажимаем Aim Light и Set. Программа думает несколько секунд и через некоторое время мы получаем светлую световую схему. Нажимаем галочку, закрываем все лишние окна. Видовой куб, который находится в углу каждого из окон проекции, необходимо выключить. По моему опыту, работа с видовым кубом замедляет рабочий процесс в 2-3 раза. Объясню, почему так происходит. Каждый раз для того, чтобы сменить ракурс или повернуть объект нужной стороной, необходимо совершить лишнее движение, нажав на одну из сторон куба. Вот, допустим, смотрите. Создаем бокс. И для того, чтобы повернуть его другой стороной, нам необходимо оторвать руку, придвинуться к видовому кубу и нажать, допустим, Front. Ну, хотим мы, допустим, сменить ракурс, нажать Top. Да, то есть это все как бы лишнее тело движения. Намного удобней, вместо этого лучше использовать горячие клавиши и кнопки мышки. Это будет результативней и быстрее. Давайте отключим сперва этот куб. Нажимаем плюсик в любом окне. Выбираем Configuration Viewports. Здесь переходим в ViewCube. И снимаем галочку Show the ViewCube. Нажимаем Apply. Ок. Все. Кубики исчезли. Теперь я перечислю команды и клавиши, которые необходимо запомнить на первом этапе. Давайте все отрепетируем на созданном кубе. Зажав среднюю кнопку мышки, мы можем перемещать объект в видовом окне. Смотрите, зажали кнопочку, перемещаем право-влево, вверх-вниз. Нажимая одновременно Alt и среднюю кнопку мышки, мы можем вращаться вокруг объекта, но предварительно нужно выделить его. Вот выделили и вращаемся. Можем снизу посмотреть, можем сбоку посмотреть, можем сверху посмотреть. Для того, чтобы удалить или приблизить объект, нужно покрутить среднюю кнопку мышки скроллингом. Раз, два, раз, два. Эти все как удобно. Кнопка Z, английская, позволяет центрировать и приближать объект, если он находится далеко или сдвинут от центра. Вот так вот, к примеру, расположим его. Нажимаем кнопку Z, объект придвинулся. Комбинация же клавиш Ctrl-Shift-Z позволяет выровнять и отцентрировать объект во всех видовых окнах. Нажимаем Ctrl-Shift-Z. И вот, пожалуйста, вуаля, во всех окнах мы видим, как объект встал по центру. В этом видеоролике вы узнали, как правильно настроить интерфейс программы 3ds Max. В следующем уроке мы поговорим более подробно о видовых окнах и их настройке. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, всем пока.